Курская область стала популярна у туристов, которых привлекают не теплые моря и песчаные пляжи, а места великих сражений. Сотни человек сегодня едут в Панеровские и Фатежские районы, где недавно появились величественные мемориалы. Северный фас Курской дуги долгое время оставался забытым историками, однако боевые действия здесь были не менее ожесточенными, чем в районе Прохоровки. Откуда едут туристы на Курскую дугу, расскажет Юлия Белякова. Тепловские высоты открывали для фашистов прямой путь к Курску, да и местный природный ландшафт был стратегически важным. Ведь с этих самых высот наше командование могло видеть и наступление немецких войск, и их передислокацию. 5 июля 43-го началась знаменитая операция «Цитадель». На подступах к высотам в поле длиной больше 10 километров и шириной 6 шли страшные и упорные бои. Именно за ними был Курск, ну то есть не вплотную к ним, но после них уже не было таких укреплений. И если бы фашисты не были остановлены перед этими высотами, то, конечно, история бы явно пошла по другому сценарию. А так от этих высот началось отступление немцев практически до Берлина. Увековечить эти высоты было делом чести. В Пануровском районе к 70-й годовщине Великой Победы открыли мемориальный комплекс. Монумент выполнен в форме противотанковой мины и представляет собой трехуровневую смотровую площадку. Самая высокая точка – 17 метров. Очень внушительная конструкция. Всего за две недели это место посетило почти тысячи человек. Тула, Нижний Новгород, Орел, Белгород, Астрахань, Калуга и даже Англия. География туристов широка. В основном приезжают на автобусах. Экскурсионные группы по полсотни человек. Пока наша съемочная группа работала на монументе, просто проезжающих мимо и решивших подняться на высоты было с десяток человек. И это в дождь и ветер. Какие впечатления вот после прогулки? Обалденные, обалденные. Интересно все. Мы туда заезжали, на то, стояло, были. Это группа туристов из Красноярского края и столицы. Все родственники. Их вместе собрал здесь брат. В первую очередь я ехал, чтобы привезти своих родственников на эти памятники, чтобы они посмотрели и гордились так же, как и я. Нашими краями, нашими достопримечательностями. Это в первую очередь. Я свою мечту осуществил. В нескольких километрах уже в Фатежском районе другая памятная точка. Поклонная высота 269. Это место увековечила 35-метровая стелла «Ангел мира». В ближайшем будущем здесь построят еще и часовню. Это основной объект мемориального комплекса героям северного фаса Курской дуги. В боях за эти стратегические высоты тогда погибло 40 тысяч солдат Красной армии. 34-м присвоено звание Герой Советского Союза. 19 из них посмертно. Высокая цена, достойная память.